так они зажрались понимаешь вот этот воркис это просто песня вот что ребята на этом канале не врут пока еще ничего не заработали но уже потратили один оффер на 1 миллион 180 тысяч не но если бы я приехал в америку и сдавал бы одна dmv в на тесле я бы наверное сразу сдал доброго всем утра у меня сегодня хорошее настроение потому что сегодня понедельник я еду на свою любимую работу а не стоит там косарек ну сделайте дороже сделайте хорошо сложно что ли они понимают как и зажрались понимаешь вот этот воркис это просто песня и лучше всем он лучше понимаешь лучше титана настолько атишников готовы написать мы знаем что мы хотим мы дадим техническое задание и сделаем программу под нас начинай писать техническое задание начинай сколько тебе надо времени надо чтобы написать техническое задание на серые но на серые два каловского про ну нет мы давно с чем не нравится хаус-калпром скажите нет напишет искать техническое задание написать напиши я скажу вот есть хаус-калпром сколько тебе надо времени руслан не скажет нет хаус-калпрома что ты сейчас говоришь это называется техническое требование то что тебе не хватает что ты хочешь называется техническое хотя бы напиши технические требования так вот тебе надо в хотите уйти от хаус сколько тебе надо времени на технические требования что написать надо сначала понять чем мне нравится хаус-калпром чего хотите от него уйти это за что такое мы в мы это сама напиши вот то что ты тебе не нравится так нет мне это нравится хаус-калпрома даже вы хотите от него уйти но ты хочешь создать мне нравится хочешь создать новую систему да вам не нравится ты хочешь написать технические требования или техническое задание я не знаю ты хочешь ты сейчас только что предложил создать систему давайте не знаешь с чего начать правильно мне нравится house call pro я хотел бы то добавить некоторые фичи так я могу сделать поэтому у нас будет встреча с роландом лайтенбергом и с другими разработчиками с house call pro для того чтобы мы их натянули на как он если они не согласятся это делать мы уйдем на кисть там же сервис титан писал защит в этом что хвалили сервисе солнечные ребята не вы сами там установить я вам дам всю документацию потом на установку именно на запуске там пока еще монтажные элементы монтажные элементы самый важный так моцарт друзья мои здесь у нас происходит инспекция платная за которые я сам плачу охренеть может тут дядя игорь вся гэнг в горе тысяча долларов да что еще баксов ирина сказал тысячи тысячи до баксов долларов тут нас ботинки снимать нужно нужно одеть как не спасли так что надо сделать заплатить говорить обаять скажи что коллега вот всех них так инспекция проведена инспекторами крышу проверили все проверили в общем все отлично есть какие-то маленькие косячочки совершенно незначительные в общем будет сегодня он припорт так называемый который требуется всегда при продаже дома и за это должен платить селлер каких-то случаях он обошелся мне сейчас в 1200 долларов в итоге на продажу дома мы уже потратили 1200 и 5200 на стейджинг поэтому пока еще ничего не заработали но уже потратили не переключаемся кстати хотел добавить сегодня были нет вчера были фотографы вчера все отсняли все отфотографировали все красиво все хорошо и что будет можете уже кстати зайти наверно на силу и возможно когда уже это выйдет видео дом будет уже продан но это не точно поэтому вот так вот не знаем за сколько продастся но будем смотреть вот так что самое время подписаться и поставить палец вверх этому видео купи-продай пациентчик спасибо фьюзман что прокачал мою тачку ласточка ну это не официально да 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 но это не для камеры это не для камеры это не для камеры это доброе утро здравствуйте вот такое так приятно когда с утра ты завтрак как же думаю сейчас поеду на работу в офис какое теплое чувство и это только благодаря вам создана такая атмосфера так что хочется приехать сюда второй дом спасибо честное слово так вы смотрите насчет того что уменьшение зарплаты нет насчет как раз именно про зарплату хотел спросить про ее чтобы увеличить ее я щучу я хочу записать в следующем году видео сколько зарабатывает пламбер сколько зарабатывает электрик да а как это связано с увеличением зарплаты ну за видео премия за интервью аванс а ввиду того что это видео будет мотивировать людей больше приступать в наши ряды фьюз с их заплатой процент нет их надо будет что делать тимлидировать потому что наши два чувака тимлида есть нам нужно будет тимлиды мы будем объявлять конкурс что будет самый лучший тимлид мой электрик потому что и надо будет таким же образом проводить собрание как мы проводим два раза один раз в две недели звонят и говорят что как у вас там как у вас там а я когда приехал сюда стал работать звонил одному очень опытному электрику который там был у нас лидом в предыдущей компании говорю слушай а что не хочешь а у нас было мало электрика помнишь и много работы слава еще я говорю а что ты не хочешь к нам работать он там лид и он он не работает уже сам только контролирует работу бригад несколько и он говорит да нафиг мне я свою десятку тут получаю а по глиндейловским меркам он гробок просто десяткой с этой ну уж там например средний работник получает например в день 170 долларов и при всем ну армяне армяне частично упадет в налогов ему платят половину кэша в конце двух недель сейчас наговорю я чувствую так это надо удалить про кэш а не ну про армян можно так говорить а половину по W ну как и мы то есть они уже налоги предприятия за них платят а причем для этого босс делает определенные условия и платит ему большую часть кэши то есть у него десятка кэши и он думает что блин король да король говорит я свою десятку я говорю так отчет у нас десятку может две недели получать если новый второй не любит второй который меня учил с самого начала он не любит работать под кем-то так у меня сегодня новый пиджак и тут внезапно пришел привет всем юра юра кто напишет ревью на нашу точку в напавали будет приглашен и угощен вином вот так что ребят на этом канале не врут все как бы придется теперь пить прям контора которая называется фьюз вайнс фьюз вайнс да и там написано прямо калифорния а нет на повале фьюз ну ты вином этим затарился? я хотел затариться прям именным я такой хотел затариться я даже нашел его в интернете я такой посмотрел сколько она стоит какого-то там семнадцатого года стоит за бутылку только шестьдесят девять долларов я конечно не жилок но где здесь не ну чё есть хорошее вино какое-то прям вот то в принципе шестьдесят не ну я почистил его и конечно из-за тары купил есть вино фьюз называется а ты же подкрепал да прикольно еще так сделано красиво ну-ка держи ее вниз пацаны пацаны пришло вам счастье ну тихо нарезки так надо ее пробовать так и пробовать так много не наливать потому что да 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 прям так просто попробуй ммм и там тоже хондин монет да и там тоже хондин монет да и там тоже хондин монет ты к нам хочешь на работу что ли ну я просто как бы спрашивал мне интересно было понять по электропанели мне потому что без лайца стоит как бы не могу устанавливать и мне вот не даже будучи дженерал контрактором я просто на будущее есть там и электрическую лицензию не думал на счет этого как чего и мне вот интересно если вы такие делаете вообще системы я знаю лишь работа нет вот они ходят здесь тасуется чё чините мы пытаемся вот такая штука стоит 350 долларов его клиента заправить чтобы почему мы пытаемся поставить лампу которая работает которая внутри вот вот эту штуку выкинули для записи понимают электронная балласт он в принципе не нужен потому что без него работ правильно ну опять это ты свою сумку принес да ты учишь моих моих электричков ну так ну да не просто мы общаемся меряемся тулцами у кого какой ты забирай ты кого тулц больше он пришел в гости его никто не знает понимаешь он индивидуальный предприниматель за ним даже никто не приедет уже на отслеживании стоит на айфоне где это все ерунда у нас есть пацаны которые работают в Apple если что они помогут это машина вскрывает а тут он право на столе у тебя ты воткнул сюда я да так не зачем а нет у тебя когда стащу стащат вскроет машину утащит сумку это самое первое то что они уносят я не думал об этом вообще вообще промо уносят машина хранится в гараже я без разницы у тебя ты поедешь в хом дипо просто отойдешь на полчаса там походишь чтобы просто там что-то собрать и ты хочешь сказать что могут всю машину вынести или полностью тачку угнать могут тачку у нас тачку гоняли ком дипо вскрывали вытаскивали инструменты несмотря на несмотря какая машина здесь с этим очень жестко жесть а страховка это покрывает бизнес покрывает но она не покрывает что имущество внутри машины а то есть только покрывает как бы что стекло как бы то что это разбило то есть и моя даже вот то что я плачу бизнес свою лиабилити абсолютно тоже ничего не покроет часть покроет там порядка двадцати процентов и все вообще жесть поэтому ртк это классно ну и чё ты потом что найдешь где-то миксом задуманного просто позвонишь мы будем снимать контент как мы пиздим какого-нибудь человека который у нас на тачках стоят gps моей девочки на тузах не стоит но вот по крайней мере я несколько ярких себе купил на велосипед внутрь рамы засунул еще куда-нибудь там у меня чуть сумки с сну фото-видеотехникой тоже есть это дает ух ты все теперь как теперь знаете где как тесла модел с плейт теперь можно иконочки каким-то образом так вот вроде как таскать здравствуйте товарищи беженцы нужно отчета тоже будет сдавать у меня на четвертое число я просто приехал посмотреть уже страховку и регистрацию мою? страховку? страховку на твою машину почему мою? а на чей будете сдавать? мою этой да да ты знаешь как этим пользоваться всем? ну там же тебе надо показать где дифроста где еще какая-то фигня да сначала регистрироваться сейчас мне надо с собой регистрационную машину у меня страховка у меня потому что она виртуальная только ну в смысле электрическая электронная так у нас максимушка сдает на драйв-тест господи ну как закала-то сделали так шипидно было хоть что-то зеркала? угу это жопа фолдмиро 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 упс нет не ну если бы я приехал в америку и сдавал бы 1 DMV на Тесле я бы наверное сразу сдал я бы постараюсь так что у тебя вариантов нету понимаешь у тебя смотрит весь youtube понимаешь я понял у тебя Россия так очень нужная функция в Тесле которая называется Xmas Show вернее Light Show она называется она теперь появилась здесь на Model Y поехала дождейка дожденька и а а а Субтитры сделал DimaTorzok С вами снова Красивый Фьюзман А красивый я, потому что я еду на Моцарт На сегодня Open House Что-то невероятное творится именно по статистике Посещения объявлений нашего дома Мы уже получили буквально вчера Один оффер на 1 миллион 180 тысяч Количество людей, которые зарегистрировались Пометились, что хотят посмотреть этот дом Буквально за 2 дня было 130 человек Что, конечно, не может не радовать Из следующих новостей Я бы вам хотел сказать, что Я вам говорил, что мы переходим на сервис Титан На этой неделе мы провели встречи с компаниями Такими, как WarKiss Дополнительно посмотрели их систему Потом еще раз дополнительно поговорили с представителями На House Call Pro Я их там лично всех знаю И получилось так, что мы остаемся на House Call Pro Потому что переход всей платформы нашей компании На другую был бы очень болезненным Если бы это был сервис Титан То это было бы крайне тяжело Именно даже И только там для удаленных сотрудников Которые принимают звонки И обеспечивают нас заказами Но еще Что Техники, которые Работают с этой программой Для них было бы тяжело Потому что интерфейс в том же самом сервис Титане Он довольно-таки Not user-friendly Я бы так сказал Поэтому Мы встретились с House Call Pro Они сказали нам свой план на 2022 год И Мы поняли, что в принципе Замена шила на мыло Не стоит Поэтому решили остаться на House Call Pro И ждать новых фишек, которые выйдут Там будет Много фишечек Которые будут Такие как Например Прием звонков Запись телефонных разговоров И так далее И так далее Те функции, которые в принципе Присутствуют в сервис Титан И В том же WarKiss Так что вот так вот Сейчас у меня Суббота Я еду сейчас в офис Записать видео Плюс Мне нужно взять зарядник Для того, чтобы дотащить его на Моцарт Посмотреть, как там происходит Хаос Опенхаус Опенхаус И Дополнительные фотографии Распечатать Для того, чтобы продемонстрировать Будущему покупателю Технические преимущества Данного дома И покупки Не переключаемся Я вам хотел сказать Что у меня План сейчас следующий Распечатать Скриншоты С дома на Моцарт О том, что О том, что там есть Работает Solar И еще Работает Система мониторинга Подсчета Киловатт-часов Довести туда Тесловскую зарядку Для того, чтобы демонстрировать Что мы ее там Типа Дарим Что весь дом такой Электрический Классный Потому, что это все Повлияет, конечно же На стоимость продажи Чем больше Крутых фишечек В айфоне Тем лучше Он продается Ровно то же самое За домами Не переключаемся Так, как мы видим Тут уже Ну, внутри кто-то дома есть Я распечатал Всякие различные фотографии Что у нас творится В Атике Потому, что Зря Ну, вряд ли Кто-то туда полезет Но, тем не менее Это очень важно знать Потому, что там Такая красота находится Плюс, я распечатал Статистику Потребления И так далее В выработке Солнечной энергии В декабрьский день Чтобы просто показать Что здесь Именно есть Производство Электричества Солнечными панелями Друзья мои Чтобы Сделать вкусноту Еще я привез Чарджер электрический Для того, чтобы Просто поставить Вот так вот Так Я написал Ссылки Из оттеки Вы можете Посмотреть Что происходит В оттеке Потому, что Это Ультрамодерный Дэй Систем ХВЕС Систем Найф Мы Спали много Мои По Стали Я Мои Просто Для Систем Мы Спали 12,000 Систем Систем Найфу Все Систем После двух лет, я был здесь, поэтому мы должны идти вперед, потому что я купил это дом с моим партнером, и мы купили это 50-50, и сейчас мы должны просто сплить и купить два домика, для каждого. Я не знаю, если вы хотите рассказать, я не знаю, что вы хотите рассказать, я не знаю, мы увидимся, мы увидимся, я не спрашиваю что-то глупое, но я сделал мой лучший здесь, потому что я просто живу здесь, буквально, поэтому я купил все для себя, я построил все для себя, я построил всю кухню себе, я вижу, это очень важно, да, Это просто IKEA, и это не больший денег я потратил на материалах и все, но я просто потратил 3-4 месяца, чтобы создать, ну, хорошо, это очень важно. Так, картиночки я разложил. В общем, время час 17, и внутри дома уже 4 семьи, одной из них я полностью провел детальный тур по дому, рассказав все с миссией, пока миссис на сегодня справился. Дождь, конечно, дождь, крайне такой неприятный, но он показывает все преимущества дома, что он полностью выдерживает все условия, потому что внутри дома тепло и хорошо, а на улице 54 Фаренгейта. В общем, друзья мои, за Асим с вами хочу попрощаться в этом видео, спасибо большое за просмотр, я надеюсь, вы не забыли поставить слайк, слайк, новое слово, слайк, вот, и подписаться на канал, наверное, вот, обязательно прокомментируем мою новую обновочку в виде пиджака, у меня еще должен второй пиджак прийти, но я вам могу сказать, что не судите меня по этому пиджаку строго, просто я хотел немножко самовыразиться и подчеркнуть свои ботиночки, поэтому увидимся в следующем видео, и пока-пока, увидимся в США. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в США